Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первое видео авторынок. Если вы еще на нас до сих пор не подписаны, рекомендуем подписаться на канале. Масса полезной и интересной информации о том, что касается выбора и приобретения поддержанных автомобилей, в том числе и обзоры в разных форматах. Ну а если вас интересуют машины в наличии, либо вакансии компании, все это вы можете обнаружить, перейдя по ссылкам, которых в изобилии будет в описании. Герой нашего сегодняшнего обзора – это без преувеличения знаковый автомобиль в нашей стране. Машина продавалась огромными тиражами и до сих пор предложение этой модели на вторичке потрясает размахом. Правда, вот с состоянием у большинства таких автомобилей все же проблема. И найти себе живой экземпляр в 2024 году уже не столь просто. Сегодня оба автомобиля, который олицетворяет собой понятие кроссовер. Кроссовер. Встречайте, Hyundai Tucson. Первая генерация. Первое поколение Hyundai Tucson, или, как нам привычнее, Tucson, появилось в 2004 году. Этот автомобиль прожил недолгую конвейерную жизнь, всего пять лет. Последние экземпляры покинули сборочные линии в 2009. Выпускался он на несколько рынков, в том числе встречаются в продаже и Tucson для внутрикорейского и для американского рынка, где спидометр оцифрован в милях, а температура показывается в Фаренгейтах. На каждый рынок были свои особенности комплектации. В частности, корейские Tucson с дизельными моторами попадались нам с такими опциями, как подогрев заднего дивана, который включался одной кнопкой. Что касается российских модификаций, то потребитель мог получить такой автомобиль с одним из следующих вариантов двигателей. Дизельный мотор объемом 2 литра 112 лошадиных сил сочетался он с механикой, либо с автоматом, и только полным приводом. Бензиновый двигатель 2.0, 142 лошадиные силы, пожалуй, наиболее желаемый вариант на авторичке. Такие машины комплектовались либо механикой, либо АКПП, могли быть опционально переднеприводными. Ну а что касается максимальной версии, 2.7, 175 лошадей, автомат и только 4 ВД. И начинаем обзор по традиции с кузова автомобиля. Габаритные размеры первого поколения Tucson, длина 4 метра 32 сантиметра, ширина 1,79 метра, а высота 1,68 метра. Колесная база этого кроссовера 2,63, на самом деле это не такой уж большой показатель. Так что Tucson смело можно причислять к классу все же компактных кроссоверов. Снаряженная масса такого автомобиля 1680 килограмм, а максимально разрешенная 2,160. Что касается толщины лакокрасочного покрытия кузова первого поколения Tucson, то здесь цифры стандартные. И на большинстве таких автомобилей, если они еще сохранились в родной краске, вы увидите разброс показаний прибора в диапазоне от 90 до 130-140 микрон. Ну а что касается коррозии, то это с поправкой на возраст большинства таких автомобилей уже сугубо индивидуальный случай. На самом деле такие машины держались неплохо, по крайней мере свои первые 8-10 лет эксплуатации, но года берут свое. Поэтому если вы смотрите поддержанный Tucson, обязательно проведите осмотр на подъемники и особое внимание уделите району заднего левого лонжерона. Достаточно часто в этом месте можно увидеть образование уже сквозной коррозии. Тщательного осмотра требуют пороги, а также низы дверей. В зависимости от исполнения Tucson может иметь как цельнометаллический кузов, так и пластиковые накладки. И если ваша версия снабжена таковыми, то под накладками в некоторых случаях вас тоже может ожидать сюрприз в виде притаившейся ржавчины. Что касается кузовных моментов, которые не связаны с коррозией, у Tucson первого поколения также есть пара слабых мест. И в основном они сосредоточены на крышке багажника. Первый момент при осмотре такого автомобиля, обращайте внимание на исправность заднего стеклочистителя. Довольно часто попадается его неработоспособное состояние. То же самое относится и к обогреву заднего стекла. У первой генерации Tucson заднее стекло открывается отдельно. Напомните об этом, если вы вдруг ошиблись ручкой, стекло может остаться открытым. Так что, если уж это случилось, захлопните его обратно. Кстати, как и на родственной модели Kia Sportage второй генерации, бывают проблемы и самим механизмом отпирания, который приходится обслуживать, частично разобрав обивку пятой двери. Каталожный объем багажника Tucson 1-го поколения это 644 литра и чуть больше 1800 при сложенных спинках сидений. Вооружимся рулеткой и посмотрим, что представляет собой багажник этого автомобиля в плане линейных размеров. Проем пятой двери здесь практически не сужается к низу. Его ширина в средней части это 113 сантиметров. Высота от фальшпола до крыши порядка 80. Багажник недлинный, здесь всего 75 сантиметров по полу. И, кстати, не особо широкий. Его ширина по самой узкой части метр ровно. Задние сидения в этом автомобиле складываются в ровный пол. И расстояние до сидений передних составляет метр шестьдесят. Но это еще не все. На Tucson до 2008 года выпуска переднее сидение складывается в столик. Соответственно, вы можете освободить себе погрузочную площадку длиной до двух метров сорока шести сантиметров до панели. Это если по прямой. Если же длинный груз размещать по диагонали, то вы увезете здесь нечто длиной до двух метров шестидесяти трех. Что касается дополнительных удобств по багажнику этого автомобиля. По правой стороне мы видим небольшой кармашек с сеткой. Также есть у нас своеобразные круглые крючки для крепления груза. Есть 12-ти вольтовая розетка по левой стороне и два плафона освещения. Один на левой боковой панели и один сверху. Также интересный момент, связанный с фальшполом. В данном случае наш автомобиль 2005 года выпуска. И на этих годах фальшпол еще имел защелки, которые не давали панели прыгать на неровностях дороги. На более свежих машинах где-то с 2006-2007 года подобную опцию уже убрали. И фальшпол там уже никак не фиксируется. Под ним мы видим небольшую нишу с левой стороны, где можно разместить знак аварийной остановки. Баллонник, вороток, справа домкрат и полноразмерное запасное колесо. Ну а теперь про салон первого Тусана. Естественно, этот автомобиль задумывался как бюджетный кроссовер. Таковым он и является по своей сути и по исполнению. Пластик здесь абсолютно везде жесткий. И, кстати говоря, достаточно подвержен царапинам. Особенно ярко это видно на примере багажного отделения. Если в машине хоть что-то когда-то возили, следы этого вы практически гарантированно там обнаружите. Зато по меркам своего времени это была крайне безопасная машина. В старшей комплектации подушек безопасности здесь огромное количество, включая дополнительные шторы во всех стойках. Чуть похуже дела с этим обстоят у самой базовой версии, которая вместо климат-контроля имеет обычный кондиционер. Но в нашем случае это разновидность с 2,7 мотором, которые по определению комплектовались очень даже неплохо. В этом автомобиле кожаный салон. И надо сказать, что сидения в этой машине выдают возраст. Но не самого автомобиля, а эпоху, скажем так, к которой он относится. Сидения здесь мягкие в любом варианте исполнения. Но если салон тканевый, то обивка сидений у Тусана первой генерации на ощупь очень сильно напоминает велюр со старых японцев. Подушка сидения, практически плоская спинка, имеет более выраженную боковую поддержку. Сидеть на самом деле удобно. Что касается опоры под локти, с правой стороны у нас регулируемый по высоте подлокотник, он же центральный бокс. Слева на дверной карте та часть подлокотника, которая контактирует с вами, обтянута кожей. Рулевое колесо здесь чуть большего диаметра, чем нам привычно по современным автомобилям. Никаких клавиш на нем, естественно, нет. Опционально такие машины могли комплектоваться круиз-контролем в виде рычажка джойстика, но не в данном случае. Комбинация приборов предельно лаконичная. Тахометр, спидометр и указатели топлива и температуры. Кстати, с 2008 года отдельный указатель температуры с приборки Тусана пропал, и его место заняла одна огромная шкала уровня топлива. Для чего это было сделано, не совсем понятно, ведь в остальном дизайн приборки остался без изменений. Передняя панель отнюдь не перегружена кнопками. Стандартный блок управления стеклоподъемниками мы видим на водительской двери. Слева от руля клавиша включения-выключения блокировки муфты полного привода, система стабилизации, задние противотуманки и регулировка яркости подсветки приборов. Справа у нас кнопка аварийной сигнализации, подогрев зоны дворников, обогрев заднего стекла, работоспособность которого, как вы помните, желательно проверить, и клавиша включения-выключения передних противотуманных фар. Далее слот под магнитолу и панель управления климатом. Климат автоматический, естественно, однозонный, причем управление реализовано тактильно различимыми клавишами. После некоторой привычки пользоваться всем этим можно и на ощупь, не отвлекаясь от дороги. Внизу 12-ти вольтовая розетка, она же прикуриватель и пепельница. Селектор коробки передач, классический с курком блокировки. Есть режим ручного выбора передач, подогревы сидений на центральном пьедестале. Ну а по части подстаканников, бардачков и прочего, как мы уже упоминали, центральный бокс содержит в себе достаточно небольшой по объему ящик. Также у нас два подстаканника в центральной консоли, рядом с рычагом стояночного тормоза и основной перчаточный ящик, который по современным меркам можно сказать, что даже не маленький. На потолке футляр для очков, а внизу в дверных картах довольно длинные карманы, передняя часть которых отформована под бутылку с напитком. Также на передней панели в центральной части есть углубление, если сюда бросить резиновый коврик, его тоже можно использовать как своего рода бардачок. Что касается удобства посадки и регулировок, при моем росте 1,86 м за рулем Тусана мне удается устроиться удобно. Рулевая колонка имеет регулировку только по наклону, регулировки вылета здесь нет, но в целом он достаточный руль выдвинут довольно близко к вам. Если вы отодвинете водительское кресло до упора назад, то я, например, при росте 1,86 м спокойно выпрямляю левую ногу в колени. То есть запас регулировок по длине здесь достаточный. Что касается обзорности в этой машине, здесь на самом деле претензий минимум. Этот автомобиль относится к той генерации кроссоверов, где еще был полностью видимый капот. Это касается и его краев, и переднего края. Правда, не во всех положениях кресла. Также здесь довольно большие и информативные зеркала. Они вытянуты по горизонтали, не имеют никаких зон с преломлением, но, тем не менее, пользоваться ими удобно, и в городе не чувствуешь себя ущербным. Ну, а вопросы с парковкой задним ходом решает кто как. Кто-то ставит парктроники, кто-то добавляет камеру заднего вида, как в данном случае, ну, а кто-то не делает вообще ничего. Благо, в целом, этот автомобиль имеет понятные габариты, в том числе и сзади. Ну, а как обстоят дела с пространством на заднем сидении? На самом деле неплохо, с учетом короткой колесной базы в 2,63. При моей собственной регулировке переднего кресла я коленями до него еще не достаю. Но, если бы доставал, следует иметь в виду, что центральная часть кресла здесь пластмассовая и жесткая. Соответственно, контакт коленей с сидением не был бы приятным. А вот на что можно попенять, так это на то, что, несмотря на более высокую подушку заднего сидения, нежели у передних, здесь в любом случае ваши ноги окажутся на весу, если вы поставите ступни на пол. В дальней дороге это может быть дополнительным фактором утомления. При этом подушка полностью плоская, рассчитана на размещение трех человек. Тоннеля на полу здесь нет. Мешаться может разве что слегка выдвинутый назад центральный пьедестал. Есть подлокотник по центру сидения, который представляет собой подстаканник и небольшой квадратный карман. Внизу 12-ти вольтовая розетка и небольшой отсек, похожий на пепельницу, но не являющийся ею, поскольку сам он пластмассовый. Также спинка заднего сидения у Туксона первого поколения имеет несколько положений регулировки по вертикали и даже в максимально вертикальном положении я головой до потолка не достаю. Запас пространства остается еще солидный. Внизу дверных карт для задних пассажиров также предусмотрены места для размещения, бутылки с напитком и небольшой кармашек. Ну а теперь про моторы. Базовым в линейке бензиновым двигателем для Тусана первой генерации был G4GC. Это рядная четверка, мотор старинный и очень простой. У него два верхних распредвала, нет гидрокомпенсаторов, самый обычно распределенный впрыск топлива, никаких заморочек со впускным коллектором и при этом ременный приот газораспределительного механизма. Ремень соединяет коленчатый вал с выпускным распредвалом. G4GC это очень надежный двигатель, положить который было возможно только откровенно наплевательским отношением к его обслуживанию, затягиванием интервалов замены масла до 20-30 тысяч километров и так далее. Причем мотор этот рассчитан на 92-й бензин. Реальный ресурс подобного двигателя, доказанный опытом многочисленных владельцев, это под 500 тысяч километров пробега. Естественно, если вы смотрите подобное автомобиль, а пробег на нем уже перевалил за 300 тысяч, есть шанс столкнуться и с изношенной поршневой группой, и с расходом масла на угар, проблемами. Так, на двухлитровой рядной четверке у Тусана достаточно часто бывают проблемы с системой зажигания. На таких моторах присутствует одна катушка и четыре высоковольтных провода, которые периодически требуют замены. Также G4GC может подтекать маслом. Самые типичные места это прокладка клапанной крышки и задний сальник коленчатого вала. На большом количестве поддержанных Тусанов вы подобную проблему можете обнаружить. Однако, какими-то данные двигатели отнюдь не страдают. Базовый двигатель выдает 142 лошадиные силы и отличается относительно небольшим расходом топлива относительно мотора 2.7, но не относительно современных автомобилей. Если ваш Тусан полный привод на автомате, не рассчитывайте уложиться в отметку менее 13 литров в городском цикле. Пожалуй, самым основным моментом связанным с G4GC будет ремень ГРМ. Регламент его замены 60 тысяч километров и при обрыве отогнет. Поэтому при покупке поддержанного автомобиля, да и вообще при периодических ТО, контролируйте состояние ремня ГРМ хотя бы визуально. Сделать это достаточно просто. Достаточно открутить буквально три болта и отогнуть крышку, оценив общее состояние ремня. Следующий по объему бензиновый двигатель, максимальный для данной модели и по совместительству тот, который установлен на данном экземпляре, это G6BA. Это V-образная шестерка мощностью 175 лошадиных сил. С таким двигателем Tucson разгоняется до сотни за 10,5 секунд, что отнюдь неплохой показатель с учетом того, в каких годах дебютировал этот автомобиль. G6BA это тоже достаточно простой двигатель, правда, в отличие от двухлитрового варианта, здесь стоят гидрокомпенсаторы, поэтому заниматься регулировкой зазоров клапанов уже не придется. Зато эти самые гидрокомпенсаторы на машинах с большим пробегом запросто могут стучать после длительного простоя. Так что если вы завели подобную машину и слышите отчетливый металлический перестук, а после прогрева и поездки с парой нажатия педали газа в пол эта проблема исчезает и мотор начинает работать бесшумно, проблема именно в них. У G6BA также ременной привод газораспределительного механизма и регламент замены ремня тот же в 60 тысяч километров. Система зажигания также не отличается по своему исполнению. Это единая катушка и 6 высоковольтных проводов. Правда, доступ к свечам задней головы здесь сильно затруднен впускным коллектором. А внутри самого коллектора присутствуют заслонки, изменения геометрии и болтики крепления этих заслонок иногда откручиваются и улетают во впуск. Это один из неприятных недостатков данного мотора. Впрыск топлива здесь самый обычный распределенный бензин 92-й но вот аппетит у такого варианта может быть гораздо больше чем у двухлитрового собрата. В городском цикле подобный тусан будет потреблять около 15-16 литров на 100 километров пути, а зимой с прогревами и короткими поездками и все 20. Зато двигатель тоже ресурсный и надежный. Реальный пробег до капитального ремонта порядка 400 тысяч километров. Единственный момент у G6BA со временем на пробегах за 200 может проявляться склонность к расходу масла на угар. Так что при осмотре на всякий пожарный проверьте автомобиль на дымность. Связано это здесь как правило с подсохшими маслосъемными колпачками ну или с предшествующим перегревом. Также при осмотре машины своеобразной шестеркой на всякий случай обратите внимание в каком состоянии находится шкив коленвала. Некоторым владельцам машин с таким мотором меньше чем того хотелось бы. Ну а третий вариант мотора это дизель 2 литра и 112 лошадиных сил. Спецификации для нашего рынка существовали еще версии на 150 лошадей которые поставлялись на рынок Европы. Но на таких дизелях стоит другой турбокомпрессор и другая система впрыска вернее другая топливная аппаратура скажем так. Индекс этого дизеля D4 и A система впрыска Common Rail производитель Bosch. Есть турбина один верхний распредвал присутствуют гидрокомпенсаторы клапанных зазоров и ременной привод газораспределительного механизма причем все с теми же последствиями в случае обрыва ремня. Регламент замены 60 тысяч километров. Что касается дизеля самое интересное что авторство этого мотора принадлежит вовсе не корейцам его разрабатывала итальянская компания VL Motori которые приложили впоследствии руку и к разработке например дизелей для автомобилей Chrysler например Jeep Grand Cherokee VK2. Сам по себе подобный дизель будучи новым возможно был неплох но с годами на первый план выходит как капризность топливной аппаратуры в отношении качества солярки а ее ремонт отнюдь не дешев так и вещи наподобие малого ресурса турбины где-то в районе 150 тысяч километров плюс-минус далее надо быть готовым в случае чего турбину ремонтировать. именно российские тусаны на 112 лошадей не имели системы маслоуловителя соответственно расход масла на угар на подобных дизелях большим пробегом становится объективной реальностью ну и самое неприятное с чем можно столкнуться на подобном дизельном моторе это проворот вкладышей вследствие масляного голодания по причине забитого грязью маслоприемника так что если вам посчастливилось купить дизельный тусан в хорошем состоянии то постарайтесь по возможности сократить заводские интервалы замены масла и не лейте туда абы что в этом случае подобный дизельный мотор проедет порядка 400 тысяч километров до первого ремонта неважно с каким двигателем будет конкретный Hyundai есть одна интересная проблема связанная с плохой гидроизоляцией коробки реле под капотом этого автомобиля в нашей практике были случаи когда автомобиль отказывался заводиться вследствие неработающего топливного насоса по причине выхода из строя его реле вернее не выхода из строя а окисления контактов поэтому если вы столкнулись с какой-то электрической проблемой на всякий случай оцените состояние реле в данном блоке что касается коробок передач то здесь было всего два варианта 5-ступенчатая механика либо 4-ступенчатый автомат механика носит индекс М5 GF1 коробка эта довольно старая появилась она году в 98 сама по себе по ресурсу механика на тусане это неплохой агрегат который ходит 300 тысяч и более при условии регулярного обслуживания регулярного это замена масла раз в 90 тысяч километров благо заливается его туда немного всего 2,1 литра из проблем присущих данной трансмиссии можно отметить выход из строя синхронизаторов второй-третьей передачи к большому пробегу также после 200 250 тысяч вполне может появиться гул подшипников ну и кому-то может не понравиться довольно невнятный механизм выбора передач к нему придется подпривыкнуть что касается 4-ступенчатого автомата то авторство этой коробки принадлежит японскому концерну Mitsubishi в одной из своих разновидностей эти трансмиссии встречались в том числе на кроссоверах Mitsubishi Airtrack он же Outlander и Mitsubishi Lancer в 8 и 9 поколении старинный 4-ступенчатый автомат классической конструкции крайне надежен ресурс данной коробки по современным меркам запределен свыше 400 тысяч километров пробега масло сюда заливается около 8 литров и регламент замены 60 тысяч грязное масло кстати эти коробки не жалуют и если предыдущий собственник не менял масло никогда то вполне возможно вам придется столкнуться с последствиями такого халатного отношения тем не менее если вы смотрите двухлитровый тусан то на таких автомобилях двигатель не имеет достаточного количества ньютонометров чтобы что-то с трансмиссией сотворить а вот на 2.7 были случаи когда не в меру активные водители все-таки приговаривали автомат раньше времени хотя повторимся для адекватной эксплуатации ресурса автомата на тусане более чем достаточно в каком-то смысле он даже предпочтительнее механики поскольку вам не придется время от времени менять сцепление ну а перед тем как посмотреть на первый тусан снизу на подъемнике давайте поговорим про клиренс каталожное значение которого для этой машины 195 мм вооружим серуле проверим так ли это на самом деле низшая точка в данном случае располагается под закрепленной на подрамнике металлической защитой и до нее от асфальта те самые 195 мм под передним бампером по сути дела ниже всего висят буксировочные проушины до них от асфальта 23 см расстояние до отбортовки порога за передним колесом 29 см в задней части без изменений также 29 см а край заднего бампера отстоит от поверхности земли на все 33 причем ниже этого габарита здесь практически ничего не висит так что по меркам кроссоверов и даже по меркам некоторых внедорожников с клиренсом у хендай тусан первой генерации все обстоит отлично что касается ходовой части передняя подвеска у первого тусана выполнена по схеме макферсон причем шаровые опоры здесь на болтовом соединении меняются они в оригинале и отдельно от рычага на этом автомобиле они уже установлены новые стабилизатор поперечной устойчивости закреплен на подрамнике со слегка затрудненным доступом креплением для замены втулок рулевая рейка на тусане неважно с каким он мотором всегда гидравлическая соответственно при осмотре обращайте внимание на то чтобы не было течи как из-под пыльников самой рейки так и по магистралям высокого давления и обратки а встречаются подобные вещи очень часто говорить о ресурсе компонентов подвески на этих машинах на данный момент времени уже практически бессмысленно так как на большинстве подобных вариантов все что стояло здесь с завода давно свой ресурс отработало и было заменено на дубликатные запчасти более благоприятные по своей ценовой категории из характерных болячек с которыми приходится сталкиваться достаточно часто это люфтящие крестовины кардана правда стоит она здесь недорого и меняется относительно несложно что касается антикоррозийной защиты подобных автомобилей с завода то слой антикура здесь был нанесен на днище ближе к порогам и на самих порогах но с поправкой на режим эксплуатации таких автомобилей для выездов на бездорожье и возможных связанных с этим повреждений этого самого покрытия осматривать машину снизу на предмет отсутствия ржавчины нужно в обязательном порядке в задней части автомобиля мы видим топливный бак здесь он стальной как собственно и его заливная горловина поэтому он тоже может проржаветь имейте это ввиду его объем 65 литров что касается задней подвески то здесь используется многорычажная схема здесь по одному продольному рычагу и по две поперечных тяги с каждой стороны при этом сзади у Тусана также стойки амортизаторы пружины объединены в один узел тормоза на таких кроссоверах в круг дисковые и маленькие сайлинблоки задней подвески в любом случае либо требуют к себе внимания на большинстве автомобилей либо потребуют в ближайшем будущем правда стоит все это дело недорого отдельно стоит упомянуть полный привод в данном случае он реализован через электрическую муфту которая подключает задние колеса в работу либо когда это требуется то есть при пробуксовке либо если вы принудительно заблокировали колеса либо если вы принудительно заблокировали ее при помощи кнопки в салоне проверять работоспособность полного привода на туксоне надо хотя у этих автомобилей проблемы со шлицевой частью встречаются гораздо реже чем это происходит на более современных АХ35 которые представляют собой Тусан второй генерации или на более тяжелых Санта Фе Соренто опять же второго поколения но случаи выхода из строя системы полного привода на таких машинах мы все же наблюдали ну и как уже упоминалось все внимание на задний левый лонжерон почему-то на большинстве подобных автомобилей коррозия начинается именно из этого района Таким мы увидели сегодня Фендай Тусан 2005 года выпуска с мотором 2,7 литра 175 лошадиных сил с пробегом 250 тысяч километров и кстати этот пробег уже гораздо ниже среднего для данной модели такого года если у вас был или есть Тусан первого поколения вы на нем проехали достаточно много и вам есть в чем нас дополнить поправить все прописывайте в комментариях ведь кто-то до сих пор ищет себе подобный кроссовер и ваш комментарий может помочь человеку определиться с выбором если вас заинтересовал конкретный автомобиль который мы сегодня показали вам на подъемнике есть приличный шанс что к моменту выхода видео машина все еще будет продаваться в компании RDM Import в городе Новосибирске всю интересующую вас дополнительную информацию по автомобилю включая стоимость на текущий момент времени уточняйте воспользовавшись контактным телефоном он будет в описании на нем есть ватсап поэтому пишите звоните не стесняйтесь задавать вопросы если обзор понравился или оказался в чем-то полезен ставьте лайки подписывайтесь на канал и не забывайте писать в комментариях какие машины вы хотели бы видеть у нас на подъемнике в будущем ну а мы в свою очередь постараемся их для вас раздобыть и отснять ну а сейчас спасибо за просмотр и до новых встреч на канале пока пока Продолжение следует... Продолжение следует...